И после того, как эта бездетная Елизавета I Тюдор умирает, соответственно, на английский трон присела новая династия, это династия стюартов. Это Яков I стюарт. Он, получается, был во главе государства первую четверть XVII века, что довольно просто запомнить. У нас в это время аналогия смутное время, смута заканчивается, появляется новая династия и Михаил Федорович Романов на престоле. В это время в Англии Яков I стюарт. Интересно, что он одновременно был и королем Англии, и королем Шотландии. Но важно понимать, что государства, они как бы управляются одним монархом, но они существовали раздельно. Это не была одна территория. И вот этот человек, Яков I стюарт, он был прям яркий, ярый, лютый монархист. Он был за абсолютизм, за абсолютную монархию. Он даже написал свой трактат, ну и сочинение, где содержался такой интересный мысль. Типа, тот, кто противится монарху, этот человек-изменник, и, соответственно, его нужно умереть. Ой, да, он должен умереть. То есть у него был человек такой, такой радикальных взглядов, типа, пресекаем любую оппозицию в стране. Но мы с вами помним, что в Англии был еще и парламент. Парламент и история английского парламента, она начинается еще в 1265 году. И, соответственно, монархия время от времени должна как бы была считаться с этим парламентом. Например, парламент могли созвать по вопросу сбора налогов. Королю не хватает денег? Нужны деньги. Для этого нужно ввести новый налог, но просто так ввести новый налог он не может, а значит, нужно созвать парламент. И в период правления, например, Якова I Сёрта тоже был парламент. Но был период, когда данный человек, он вообще 7 лет не созывал парламент. Что априори было, ну, не окей. При этом он не считался с интересами купцов и джентри. Опять же, это новое дворянство. А эти люди имели мощное представительство в парламенте. При том, что Яков I Сёрт еще и завершил войну с Испанией, которая ранее давала английским пиратам право беззаконно, например, безнаказанно, точнее, не то, что беззаконно, законно, но безнаказанно грабить испанские галлионы золотом и серебром. А теперь, как бы, Яков I Сёрт завершил войну с Испанией и лавочка прикрылась. То есть мы видим, что некоторыми шагами постепенно, пока что еще не ярко, не явно, но зреет недовольство абсолютной монархии. Потому что монарх, человек, сосредоточил все рычаги власти в своих руках, но при этом его политика не совсем последовательная, что не нравится широким массам. И вот это недовольство-то и разгорелось в годы правления сына Якова I Сёрта, Карла I. И годы его правления тоже довольно просто запомнить, потому что он был во главе государства как бы во вторую четверть века, с 1625 по 1649 год. У нас в это время все еще у власти Михаил Федорович Романов, и вот Алексей Михайлович тоже начинает быть правитель во главе государства. И вот Карл I, он был, как и его отец, такой ярый монархист, но однажды ему все-таки пришлось прогнуться под парламент. Он созвал парламент с целью содрать деньжат с населения для того, чтобы вести войну. Ну, типа, что, вообще норм монарх, денег нету, надо просить у парламента, чтобы содрали потом с бедных людей. И тогда парламент, значит, подал ему петицию о праве. Мол, чел, тебе надо уважать парламент. То есть парламент пытается указать на косяки монарху. И в ответ на эту меру, на принятие, на то, что парламент подал петицию о праве, Карл I решил просто распустить парламент и вообще не созывал его около 11 лет. То есть чисто парламент не захотел удовлетворять его требования, и он на него забил. И из-за того, что без парламента, получается, Карл I стерд, как монарх, не мог принимать сам налоги, ему приходилось хитрить. Например, он восстановил старый корабельный сбор на нужды флота. Типа, так сделать было можно. То есть восстановить старые налоги можно, новые, без согласия парламента, новые налоги принять было нельзя. И восстановленный налог он, получается, распространил на всю страну. Тогда один из членов парламента, звали его Джон Хэмптон, он решил просто пойти наперекор монарху. Он отказался платить налог, пытался даже выступать в суде, говоря о том, что действия Карла I стерты неправомерные. Налог этот незаконный, но в суде он проиграл. Несмотря на это, Джон Хэмптон, он, конечно, в некоторой степени стал таким символом честности, справедливости. Ему даже в свое время построили памятник, по-моему, в одном из городов Англии. Но, опять же, в суде он проиграл. А проиграл он не просто так, а потому что часть судебных органов напрямую подчинялась королю. Потому, как бы, ничего удивительного, там все погрязло в злоупотреблениях, все погрязло в связях, поэтому любая, как бы, оппозиция, она, опять же, подавляется. Но мы видим, что недовольство монархам зрело с новой силой. Иногда это были открытые выступления, иногда локальные. Но это готово было вот-вот буквально бабахнуть в какую-то целую революцию. Так, собственно, и случилось. Случилась английско-буржуазная революция 17 века. Это важное событие в истории Англии, и мы начнем разбор причин. Первое – это противоречие между нарождающимся капиталистическим и старым феодальным укладом. Второе – это недовольство политикой стертов, то есть и Якова II стерта, и Карла I стертов. Более того, это разрыв, опять же, между парламентом и королем. Короли очень не любили то, что им приходится делить свою власть парламентом, то бишь, постоянно с кем-то советоваться. И была еще одна причина – это противоречие между церквями. Давайте вспомним. Да, я думаю, что вы прекрасно помните прошлый наш урок, и мы уже говорили о том, что в Англии король Генрих VIII в ходе реформации создает англиканскую церковь. Но давайте вспомним причину, да, то есть повод, почему же Генрих VIII пошел на такой шаг и провернул реформацию в Англии. Всем привет, кто только присоединяется. Конечно, ему не разрешили разводиться, то есть там действительно была такая ситуация, что Генри хотел развестись, ему церковь это не дала сделать. Он церковь переиграл, провел реформацию, и там реформация была скорее как акт скандала между духовенством и самим Генрихом VIII. Потому англиканская церковь на самом-то деле, она, например, по пышности обрядов, по некоторому внутреннему устройству не сильно отличалась от католической. Потому что, опять же, основная цель у него была не полностью изменить вот эту обрядность, а просто пресечь деятельность духовенства. И это не нравилось пуританам, которые, наоборот, выступали за то, чтобы англиканская церковь, она, наоборот, освободилась от католических традиций. Все-таки реформация же была. А реформация для чего была? Проведена просто для того, чтобы Генрих VIII развелся? Ну уж нет. Нужно ее перелопатить. И, в свою очередь, сам король, например, тот же Яков Стюарт, он считал пуританцев некоторой угрозой своей абсолютной власти. Были определенные гонения, преследования пуритан, из-за чего многие вынуждены были эмигрировать в Северную Америку и так далее. То есть это еще один повод конфликта, приведшего к буржуазной революции. Конфликт на религиозной почве. И это, кстати, вопрос очень актуальный был в XVI веке. Были и поводы к этому конфликту, поскольку в 1637 году в Шотландии вспыхнуло восстание из-за попыток ввести англиканские обряды и молитвенник. В то время как в Шотландии уже утвердилось пуританство. Вот при чем тут Шотландия, спросите вы? Все дело в том, что Карл I, как и Яков, по совместительству он был королем и Англии, и Шотландии. Поэтому он пытался как бы распространить на Шотландию англиканские обряды, что не нравилось пуританам, которые жили в Шотландии. В итоге шотландцы на самом деле оказались сильнее в этом вопросе. Они заняли север Англии, и Карл I был вынужден созвать ненавистный им парламент, чтобы в очередной раз получить денег на ведение войны. Вот только парламент, интересно, что отказался это делать в очередной раз, и тогда король парламент распустил. Ну типа, окей, вы не хотите давать мне деньги, ну идите к черту. Вот, то есть сам парламент, он работал около месяца, поэтому получил название Короткий парламент. Вот все презяльно просто. И роспуск парламента в очередной раз, он приводит к еще большему взрыву народа. Шотландцы, они начинают с новой силой бить по войскам Карла I, и тот снова, уже получается, в 1640 году созывает в очередной раз парламент. Потому что шотландцы все на него наседают, он такой, блин, что делать, да блин, опять пойду созву парламент. И в этот раз парламент уже заседал почти 13 лет, поэтому вошел он в историю как долгий парламент. И эта дата встречается во втором задании в ЕГЭ по истории. Парламент, значит, просто так время не теряет. Он вкидывает королю идеальный документ, который вошел в историю под названием Великая Ремонстрация. Что это значит? В этой Великой Ремонстрации были требования подчинить церковь парламенту. Но, помимо всего прочего, там была куча жалоб на злоупотребление и всякие факапы, ну, то есть недочеты власти короля, Карла I Серта. И теперь все попытки противостоять уже теперь парламенту со стороны Карла I, они были неуспешными. Король понимает, ситуация трэш, поэтому что надо сделать? В очередной раз сбежать куда подальше. Так он и сделал, поскольку в 1600... Где же эта дата? В 1642 году он просто вынужден был бежать из столицы. Убежал он в северные графства Англии, которые пока что были еще за короля. И вот так начинается официальная война короля и парламента. Но при этом надо понимать, что внутри парламента тоже были некоторые... Тоже был раскол. Поэтому нужно запомнить, пресвитериан это умеренные люди, которые защищали интересы крупных землевладельцев из джентрии, защищали банкиров, купцов, и по сути они не были заинтересованы в углублении революции. То есть у них был такой более мягкий подход. Они надеялись хоть как-то договориться с королем. Но при этом были и радикально настроенные люди, это индопенденты. Они защищали интересы среднего слоя джентрии, средняя и мелкая буржуазия. И это были прям радикалы, которые топили за полную независимость. И вот так вот фактически начинается гражданская война в Англии, которая длилась почти 10 лет. Что такое гражданская война? Нам уже из курса истории даже известно, известен этот феномен, поскольку это была война, получается, гражданская война, это война внутри государства, когда фактически Англия раскололась на две противоборствующие стороны. То есть гражданская война, это всегда война внутри государства. Не с какой-то внешней угрозой, а внутри. И здесь выступают две главные противоборствующие стороны. С одной стороны это кавалеры. Сторонники короля, кто топил за монарха. Называли их так романтично кавалеры, поскольку у них были очень красивые костюмы, были такие приятные манеры, ну и, как правило, это были жители северных графств, куда и убежал Карл I за поддержкой. Они воевали очень храбро, самоотверженно, решительно, и важно, что в их войске была дисциплина. Это сыграет важную роль на первом этапе гражданской войны. В то время были и круглоголовые, это те, кто за парламент. И назывались они так, потому что у них были короткие стрижки, потому что кавалеры – это знатные люди, они носили длинные парики. В то время как бедные, как правило, круглоголовые, ну не то чтобы бедные, но чаще всего бедные по сравнению с кавалерами, они очень коротко стриглись, и вот эти люди круглоголовые, они пытались, надеялись еще как-то договориться с королем. И первые годы войны, они еще были, знаете, обе стороны были несколько закомплексованы, не совершали каких-то решительных действий, не особо хотели крови, думая, что окей, может быть, мы решим все вопросики мира. Потом же перевес был на стороне короля, опять же, кавалеры, которые за короля, королевское войско, они были более дисциплинированы, а круглоголовые более равнодушны были. Там были, кстати, как правило, ополченцы, не особо они активно воевали. И после ряда неудач парламента, получается, круглоголовых, условно, в войне с королем, с кавалерами, например, там была битва при Эчхилле. И парламент понимает, что, блин, дела вообще плохи, надо что-то делать. Поэтому он решает провести военную реформу. По этой военной реформе ополчения, созданные на местной основе, просто распускались. Ну, типа, а нафига они нужны? Армия была так себе, она не замотивирована, надо ее поменять, чтобы люди были замотивированы. Поэтому новая армия, она собиралась уже из специальных солдат. Более того, часто выбирали именно очень верующих людей, которые, например, читали Библию, могли даже идти в бой под пение религиозных псалмов. Ну, считалось, что именно эти религиозные люди смогут дать отпор, да, отпор королевской власти, королевским войскам. Над ними устанавливалось единое командование, строгая дисциплина. То есть из этого всего множества здесь речь идет в первую очередь о том, что у парламента после военной реформы появляются все шансы переплюнуть короля, Карла Первого. И так в итоге и случится. Кстати, опять же, если проводить какие-то аналогии, какая в России была проведена военная реформа, примерно плюс-минус в это время. Да, полки наземного строя водились при Михаиле Федоровиче Романове, которые впоследствии, да, в перспективе тоже проявили себя на поле боя. Возьмем там русско-польскую войну, русско-шведскую и так далее. Вот. Тем временем, получается, это парламентская военная реформа, то есть это была именно реформа парламента. Они провели эту военную реформу для того, чтобы укрепить дисциплину, свое войско и так далее. И первые победы уже были, поскольку битва, например, при Нейсби, король проиграл, он даже попал в плен, Карл Первый. Тем временем парламентеры захватывают опорные крепости, такие как Оксфорд, Престоль. И итогом Первой гражданской войны стала победа парламента. Вот так вот. Тем временем Карл Первый, он все-таки успел еще избежать из плена. Он снова как-то попытался противостоять парламенту, но в очередной раз в битве при Престоне он фактически, Оливер Кромвель, громит роялистов, последователей короля. Кстати, вот этот Оливер Кромвель фигура очень важная, поскольку считается, что он приложил немало усилий для проведения реформы. Но об этой фигуре мы еще обязательно поговорим чуть-чуть попозже. Вот так вот. То есть мы видим, что после парламентской военной реформы парламент берет верх над королевскими войсками. Карла Первого в очередной раз схватили, он попал под суд, в котором уже его приговорили к смертной казни. То есть вопрос здесь решался уже более радикально. Его возвели на эшафот. В своей предсмертной речи он, конечно, обвинял всех, кто движется, потому что он говорил, что вы все виноваты, вы хотели пытаться править вместе со мной. То есть у него не было ни раскаяния, у него не было страха, у него не было стыда, но он при этом пытался убедить всех, что именно он человек-мученик. Так что тоже такая очень неоднозначная ситуация. Но в 1649 году он был казнен. И это было впервые в истории России. Разумеется, это был шок-контент для всей Европы. В том числе и в России, например, Алексей Михайлович, монарх, сын Михаила Федоровича Романова, который вступил совсем недавно на престол, 4 года он у власти, и тут такой, ого, в Англии казнили короля. И он на этом фоне распорядился выгнать из страны английских купцов. Купцов английских за то, что их соотечественники убили короля. К сожалению, эта ситуация кое-что может напомнить нам в современных реалиях, поэтому не удивляйтесь таким явлением. И фактически англичане, английские купцы, если раньше они еще как-то торговали в Англии, теперь они имели право торговать только в порту города Архангельск. Запомните эту информацию, потому что она пригодится в одном из заданий домашки. Ну и фактически с ликвидацией короля ликвидировалась и монархия, потому что монарха убили, а соответственно установилась иная форма правления. Это республика. Теперь у меня вопрос к вам. Привлекая знания обществоведческого курса, напишите, пожалуйста, в чем главное отличие монархии от республики. Вы напишите пока в чат, а я вот поясню следующее. С провозглашением Англии республикой была ликвидирована палата лордов, то есть теперь парламент стал не двухпалатный, там же была палата лордов и палата общин. Теперь палаты лордов нету, есть только палата общин. Она была как законодательная ветвь власти. Королевскую власть заменил госсовет, в который вошли руководители армии и лидеры индепендентов и последователей Оливера Кромвеля. Руководство над страной было в руках богатых купцов, предпринимателей, джентри. Ну, а в жизни городских низов на самом деле особых изменений не произошло. Да, монарх имеет неограниченную власть, и власть передается по наследству. В республике глава государства выбранный. Совершенно верно. И вот что здесь происходит? Тут будет самая настоящая чехарда. То монархия, то республика. То снова монархия, то снова непонятно что. И здесь вообще вот эти даты довольно легко запомнить. Давайте проведем аналогию с историей России. У нас принятие в 1649 году важных событий. Мы неоднократно с вами даже уже проводили эти аналогии. Принимается соборное уложение. Алексей Михайлович. Усиливается абсолютизм. Да, там и целая вторая глава была посвящена власти монарха. Наряду с этим еще и укрепляется крепостничество. Соответственно, в некоторой степени укрепляется власть дворян, которые были опорой абсолютной монархии. То есть это все очень тесно взаимосвязано. В то время как в Англии, наоборот, мы видим, власть ограничивается. Хорошо. Меняется даже форма правления. И вот здесь может быть вопрос. Типа, в то время как в Англии ограничивалась власть монарха, меняется форма правления, в России в это время напротив принимается соборное уложение. И укажите, что данные явления повлияли на развитие стран. И вот вам такой прототип 19-го задания, выдуманный из головы. Но тем не менее, вполне вероятный. И соответственно, мы пишем, для России это принятие соборного уложения, это усиление абсолютной власти монарха. Для Англии это все вышеперечисленное. Вот так вот. И кстати, здесь вот в английско-буржуазной революции есть некоторые схожести в том, что будет через 100 лет во Франции. Мы помним, что во Франции 1789 год разгорелась Великая Французская революция. Это ненависть к монарху, к очередному Людовику. Это установление республики. Это куча интриг и просто какое-то адское месть его. Радикалы приходят к власти. И в конце концов, да, это все тоже очень подробно мы будем разбирать на следующих занятиях. Но тем не менее, вот такие аналогии довольно интересны. Помимо этого, в годы революции возникает еще два новых движения. Два новых движения это левеллеры и диггеры. Левеллеры это как уравнители. Их идеологом был Джон Лильбер. Они представляли интересы мелкой буржуазии, ремесленников, богатых крестьян и солдат. В социально-экономическом вопросе они выступали за уничтожение церковной десятины, запрет огораживаний. Что такое огораживание мы говорили ранее. Это когда крестьяне вынуждены были переезжать в города, потому что их землю забирали. И ликвидация монополии. В политическом устройстве против монархии, за республику с однопалатным парламентом и всеобщее избирательное право для мужчин с 21 года. В то время как диггеры, истинные уравнители Джерард Уинстенли, они выражали интересы бедных крестьян, выступали за ликвидацию власти лордов над землей, потому что считали, что таким образом лорды как бы притесняют крестьян. При этом они выступали против частной собственности и за то, чтобы отдать землю крестьянской общине. Типа создать общину и им дать землю. Вот, также выступали за народную республику, что вот принцип закона справедливости, без эксплуатации и без наемного труда. Но интересно, что фактически движение левеллеров, оно будет призвано парламентом вне закона, потому что парламент откажется прислушиваться к их предложениям, и фактически левеллеры выступят против республики. В то время как движение диггеров, оно было в этом плане, конечно, более мирным, но испугало лендлордов и зажиточных крестьян, потому что они боялись за свои земли, так как диггеры выступали за создание вот этой сельской общины, условно говоря. Поэтому движение тоже было подавлено. И левеллеры, и диггеры, короче говоря, все потрачено, у них ничего не получилось. Членов арестовывали, и ни к чему они так и не пришли. Просто вот такой вот офф-топ, мне, конечно, очень интересно, как это могут привести в посредством соответствия с историей России, но тем не менее, знать нужно, мало ли спросят. Вот так вот.